Не только с карательными миссиями судебные приставы приходят в дома ивановцев зачастую, чтобы поздравить. В этот раз со всеми прошедшими новогодними, а заодно поддержать. Подарки сотрудники в погонах принесли в многодетные семьи. У Марии три сына и затяжные судебные с бывшим супругом. При разводе мужчина подписал у нотариуса документ, по которому обязался выплачивать наследникам 16 тысяч рублей ежемесячно. Правда, потом передумал. Скрывался, накопил долгов на 200 тысяч. Теперь таскает жену по судам. За этот год прошло 8 судебных заседаний. Вчера вечером я получила письмо, меня сейчас ожидает еще один суд. Человек нанимает адвокатов, представителей. И в несвободное время, которое мало обладаю, потому что обеспечиваю троих детей. Плюсом осталось с полуторамиллионным долгом по ипотеке за эту квартиру. Стараюсь все это держать, тянуть, обеспечивать полностью детей, чтобы у них все было. Вот так выглядит этот горе-отец троих прекрасных мальчишек. Мужчина к детям не приходит. Экс-супруге угрожает расправой. Пытается найти работу с наименьшей белой зарплатой, чтобы много не платить. У приставов для него уже готовы материалы административного дела. Должник, по данному испанопроизводству, привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. И в настоящее время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. По статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Должник скрывается по требованию судебного пристава, не является по повесткам, также не является. Неоднократные привода также результатов не дали. Должник дверь не открывает. В итоге он был объявлен в розыск, после чего объявился в кабинете у судебного пристава исполнителя. В этой семье 12 детей, а вот отца нет. Супруг Елены от ответственности устал и ушел в свободную жизнь, оставив о себе приятные воспоминания и многотысячные долги по алиментам, точнее полмиллиона. Как справляется мать-одиночка с 12 детьми, даже сложно представить. Но Елена не унывает и на жизнь смотрит позитивно. Никакой уголовной ответственности, ничего, мне сказали, ничего не будет, потому что он же хоть сколько-то платит. Конечно, это сумма на такое количество детей, и больше он вообще не помогает. То есть он их не видел три года. Сколько он уже? Шесть тысяч в месяц. Выбивать долги из таких нерадивых отцов тяжело еще и морально, рассказывают приставы. Как правило, за душевные беседы о родительском долге на них впечатления не производят. Приходится ограничивать в выезде за границу, в праве управления транспортом, выходить к ним на работу и домой. А по праздникам приходить в бывшие семьи мужчины, дарить подарки, чтобы хоть как-то помочь матерям. Но это уже не по трудовому договору, не из должностных обязанностей, а по доброй воле. По зову сердца. Мария Змирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.